Блокировка должнику доступа к канализации решение жесткое. Последствия отключения в квартире туалета любой может себе представить довольно легко. Конечно, прибегать к этому будут в крайних случаях, когда остальные более гуманные способы уже исчерпаны. Установку и снятие запорных устройств оплачивать в конечном счете придется именно должникам. На сегодняшний день 354-м постановлением правительства разрешается отключать различные коммунальные услуги, одно или несколько видов, за исключением отопления, холодной воды и все. Остальное отключать можно. То есть канализацию, горячую воду, газоснабжение, электроснабжение за неуплату долгов отключать можно. При этом канализацию должнику отключить проще всего. Для этого не обязательно приходить к нему в квартиру. Способ блокировки наглядно продемонстрировали сотрудники специализированного предприятия, которое будет привлекаться для этих работ. В общий стояк опускается специальная заглушка, которую с помощью видеокамеры помещают в нужное место. По опыту, скажем так, других предприятий в Москве, в других регионах, ну, должники, как правило, уже прибегают на первый, на второй, третий день, поняв, что действительно ситуация выходит из-под контрольной квартиры. Сегодня неплательщики должны ЖКХ «Горки-10» уже около 40 миллионов рублей. Печальный личный рекорд достигает 500 тысяч. В этих условиях не то, что к будущей зиме готовиться. За прошлую бы с поставщиками тепла рассчитаться. Долги постоянно растут. В последнее время участились долги, срок которых задолженность более двух месяцев. Например, долги, которые свыше года у нас, ну, то есть это те люди, которые постоянно не платят, порядка 12 миллионов. Долги, которые свыше двух месяцев, достигают уже 28 миллионов. В такой ситуации необходимо действовать решительно. Первых должников в «Горках-10» планируют отключить уже в начале августа. Так что время на оплату у них пока еще есть. Петр Горохов, Станислав Трифонов, телекомпания «Одинцова».